Русский исторический канал 365 дней ТВ представляет программу «Российская летость». Сегодня 2 августа. В этот день в истории нашего Отечества. В 1875 году родился Мстислав Добужинский, художник. В 1904 родился Василий Журавлев, режиссер. В 1930 году на учениях Московского военного округа впервые был высажен воздушный десант. Эту дату принято считать днем рождения воздушно-десантных войск. В 1933 году было принято постановление Совнаркома СССР об открытии Беломорско-Балтийского канала. В 1946 году в центральных советских газетах было опубликовано сообщение ТАСС о казни генерал-лейтенанта Андрея Власова, командующего русской освободительной армией, воевавшей на стороне фашистской Германии. 2 августа 1875 года в семье офицера в Новгороде родился Мстислав Добужинский, будущий художник. Его детство протекало в Петербурге, где впервые проявились его способности. Постепенно рисование из детского занятия превратилось в увлечение, и еще до поступления в гимназию Добужинский в течение двух лет посещал рисовальные классы Общества поощрения художеств. В 1895 году он начал занятия на юридическом факультете Петербургского университета, и тогда же сделал попытку поступить в Академию художеств. Хотя рисунки молодого художника были отмечены Ильей Репиным, в Академию Добужинского не приняли. Занимаясь в университете, он самостоятельно изучал историю искусства и посещал частную мастерскую Льва Дмитриева Кавказского. Его рисунки появились в студенческих журналах. Добужинский решил учиться за границей и, окончив университет, в 1899 году отправился в Мюнхен, который наряду с Парижем был тогда крупнейшим художественным центром Европы. Рано определившиеся графические тенденции дарования Добужинского вскоре были замечены, и, вернувшись в Россию, он по совету Игоря Грабаря в 1901 году стал заниматься афортом у профессора Академии художеств Василия Мате. Но эти занятия прервались, и к гравюре Мстислав Валерьянович вернулся только в 1918 году. В 1901 году Добужинский вошел в объединение «Мир искусства». Он оказался в нем самым молодым и менее опытным художником, но уже первые работы принесли ему известность. Для этого периода творчества художника характерны городские пейзажи, виды Вильно, Тамбова, Новгорода, Ростова-на-Дону и, конечно, Петербурга. Большое место в его творчестве занимает работа в театре, которая началась с 1907 года. Плодотворным стало для него сотрудничество с Московским художественным театром, где художник оформил 12 спектаклей. Также много и успешно работал Добужинский в книжной графике. Революцию художник встретил зрелым мастером, известным на родине и за границей. Он активно участвовал в оформлении первых революционных празднеств, работал в театрах, преподавал. В 1924 году он уехал на родину своих предков – в Литву. С тех пор его творческие успехи связаны с театром. Список постановок, оформленных Добужинским в эти годы, включает более 70 названий, среди которых «Пиковая дама» и «Евгения Негин-Чайковского», Борис Годунов Мусоргского, Дон Жуан Моцарта, Гамлет и король Ир Шекспира. С 1939 года художник работал в Америке. Оригинально, с большим мастерством, он оформлял в этот период оперы Мусоргского и Прокофьева. В 1942 году Добужинский написал либретто-балетто на музыку 7-й Ленинградской симфонии Шостаковича, выполнил эскизы, декорации к балету, а также иллюстрации и фантазии к музыке Шостаковича. В последние годы своей жизни Добужинский снова и снова возвращался к образу Петербурга, города, который долгое время вдохновлял его в искусстве. 2 августа 1904 года в семье бухгалтера в Рязани родился Василий Журавлев, будущий режиссер. В 1923 году он поступил в Государственный техникум кинематографии, ныне в ГИК, по окончании которого начал работать помощником режиссера Сергея Юткевича на фильме «Кружева». В 1929 году Журавлев поставил свой первый фильм – кинокомедию «Приемыш». И уже на следующий год он снял сразу два фильма – комедию «Неизвестное лицо» и историко-революционный фильм «Реванш». «Реванш» принес режиссеру большой успех. Он оказался первым остросюжетным историко-революционным детским фильмом о событиях 1905 года. Сценарий к картине написал Михаил Ром. Позже Журавлев снял фильмы «Бомбист», «Космический рейс», «Граница на замке», «Гибель орла», которые с большим интересом восприняли зрители той эпохи. Летом 1945 года, сразу же после окончания войны, Журавлев начал съемки фильма «Пятнадцатилетний капитан». В картине органично соединились романтика Жюля Верна, высокий профессионализм режиссера и блестящий актерский состав, в который вошли Всеволод Лорионов, Михаил Остангов, Елена Измайлова. Фильм вышел на экраны в 1946 году. Был высоко оценен критикой, восторженно принят зрителями. Кстати, и по сей день картину смотрят с большим удовольствием. В 1954-56 годах Василий Николаевич работал главным советником управления кинематографией Министерства культуры КНР, помогая китайским коллегам осваивать специфику кино. Вернувшись на родину, режиссер снял картины «Лавина с гор», «В небе только девушки», «Морской характер», «Черный бизнес», а также стереофильм «Всадник на золотом коне» по мотивам башкирских сказок. За свою долгую творческую жизнь Журавлев поставил 16 игровых фильмов. Три из них «Граница на замке», «Гибель орла», «15-летний капитан» вошли в золотой фонд советской приключенческой классики. 2 августа 1930 года на учениях Московского военного округа впервые был высажен воздушный десант. Эту дату принято считать днем рождения воздушно-десантных войск. В 1932 году Реввоенсовет СССР вынес постановление о формировании авиадесантных частей в ряде военных округов, положившее начало массовому развертыванию ВДБ. В 1934 году в маневрах Красной Армии принимали участие 600 парашютистов, а уже в следующем году на киевских и белорусских учениях были десантированы 3 тысячи парашютистов и высажены из самолетов более 8 тысяч человек с артиллерией, легкими танками и другой боевой техникой. К началу 1941 года на базе имевшихся воздушно-десантных бригад были развернуты корпуса численностью свыше 10 тысяч человек каждый. К этому времени ВДБ оформились в отдельный род войска. В первые месяцы Великой Отечественной войны советским командованием воздушные десанты применялись под Киевом, в районе Одессы, на Керченском полуострове, а позднее и в битве под Москвой. Советское правительство высоко оценило массовый героизм десантников. Десятки тысяч солдат, сержантов, офицеров ВДВ были награждены орденами и медалями, а 126 человек удостойны звания Героя Советского Союза. Спустя многие годы после Великой Отечественной войны десантники принимали участие в афганских событиях. Они привлекались для решения миротворческих функций с задачей не допустить разгорания межнациональной вражды. Воины-десантники не раз вставали живым щитом между противоборствующими сторонами в Баку, Карабахе, Южной и Северной Осетии, в Приднестровье, в зоне грузино-абхазского конфликта, в Чечне. Воздушно-десантные войска по сей день остаются одними из наиболее боеспособных. 2 августа 1946 года в Центральных советских газетах было опубликовано сообщение ТАСС о казни генерал-лейтенанта Андрея Власова, командующего русской освободительной армией, воевавшей на стороне фашистской Германии. В 1920 году Власов был призван в Красную Армию. После окончания командирских курсов участвовал в боях с белогвардейцами на Южном фронте. С 1922 года Власов на командных и штабных должностях, а также занимается преподавательской деятельностью. В 1929 году он окончил высшие армейские командные курсы. В 1930 году вступил в ВКПБ. В 1935 году Власов стал слушателем военной академии «Фрунзе». В 1937-38 годах был членом военного трибунала в Ленинградском и Киевском военных округах. И, как писал он сам, всегда стоял твердо на генеральной линии партии и за нее всегда боролся. Война для Власова началась под Львовом, где он занимал должность командира механизированного корпуса. За умелые действия он получил благодарность и был назначен командующим 37-й армией, которая защищала Киев. После жестоких боев разрозненные соединения этой армии успели пробиться на восток, а сам Власов был ранен и попал в госпиталь. В ноябре 1941 года Сталин вызвал его и приказал сформировать 20-ю армию. 5 декабря в районе деревни Красная Поляна, находящаяся в 27 километрах от московского Кремля, советская 20-я армия генерала Власова остановила части немецкой 4-й танковой армии, внеся весомый вклад в победу под Москвой. Сам Власов в это время находился в госпитале. За бои на реке Лами, правый приток Волги, он получил звание генерал-лейтенанта и был награжден орденом Красного Знамени. Будучи командующим 2-й ударной армией, оказавшейся весной 1942 года в окружении, в июле 1942 года в деревне Староверов Туховежи, Власов был выдан местными жителями. По другой версии, сдался в плен САН, патрулю 28-го пехотного полка 18-й армии вермахта. Находясь в Винницком военном лагере для пленных высших офицеров, Власов согласился сотрудничать с нацистами. Возглавил Комитет освобождения народов России и Русскую освободительную армию, составленную из пленных советских военнослужащих. Власов написал открытое письмо, почему я стал на путь борьбы с большевизмом. Кроме того, он подписывал листовки, призывавшие свергнуть сталинский режим, которые впоследствии разбрасывались неприятелям с самолетов на фронтах, а также распространялись в среде военнопленных. В мае 1945 года Власов был захвачен военнослужащими 25-го танкового корпуса 1-го Белорусского фронта неподалеку от города Пльзень в Чехословакии при попытке бежать в западную зону оккупации. Власов был доставлен в штаб маршала Конева, оттуда в Москву. Состоялся судебный процесс, на котором Власов был признан виновным в государственной измене. По приговору у военной коллегии Верховного суда СССР он был повешен 1 августа 1946 года. Российская летопись – это история нашего Отечества. Смотрите каждый день на телеканале 365 дней ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова